Вспомните, сто лет назад коммунизм, революция, как говорили, как ты не веришь в Бога, значит ты не православный. Значит ты атеист. А если ты веришь в Бога, значит ты православный. Подождите, я верю в Бога, но я не православная. Этого варианта вообще нет. Для чего это делается? Вот если брать, как начинаются ограничения с человеком? Схема на самом деле элементарная. Вот есть хорошо, есть плохо. А если хорошо, заменить на не очень хорошо. И потом рассматривать вот в этих рамках. Но вот для этого надо вот этот кусочек раз и сплюснуть, как будто он один. И потом можно вот так сокращать, сокращать и сокращать, объединять, объединять и объединять. И все очень просто. Люди очень легко ведутся на это дело. Это православная радость. Да, и получается православная пасхальная радость. Дальше мы сейчас переходим к экстрасенсорике. И начнем мы тоже с практики. Практика будет совсем простая. В прошлый раз мы говорили, у нас есть у каждого человека 6 каналов восприятия. Не 5, 6. Обоняние, осязание, так, нормальный язык, глаза, зрение, слух, слышим, нос, обоняние, вкус, осязание, кожа, тактильное ощущение. Еще один канал. И последний канал. Нет, 6 вестибулярный аппарат. 6 вестибулярный аппарат – это наш гироскоп. Он дает нам считывать наше положение в пространстве. Вот наши 6, абсолютно у всех людей, 6 каналов восприятия. Почему-то про наш внутренний встроенный гироскоп забывают напрочь, называя его интуицией. Интуиция – это не канал восприятия, это наш разговор с нашим подсознанием. Он есть у каждого. И он воспринимает изнутри, а не снаружи. А мы сейчас говорим о наружных каналах восприятия, на основании которых в мозге строится картина мира. Абсолютно каждый канал восприятия, наш мозг поставляет информацию. И эта информация может быть достоверна. Из наших опытов, последних, опять-таки по экстрасенсорике и по юнингу, оказывается, что наш ум, он очень хорошо накладывает и разводит нас на тех каналах, которые нам привычны. А привычное нам зрение, оно забивает 80% информационного канала. И поэтому все, что человек говорит, что я обладаю видением и вижу в образах, те представления о видении, которые сейчас существуют в эзотерике, они широко распространены и используются во всех практиках, информация, которая идет по этому каналу, на 99,9% не объективна. Вьюинг сразу носит ее в спам. И только потом по работе с ней, по проявлениям, какие-то вещи он может взять в рассмотрение. Зато, смотрите, обалденно у человека работает канал вкусов. Ум его вообще не распознает. И, например, для того, чтобы получить какую-то информацию, например, да или нет, вы можете попросить человека, он вам задаст. На да у нас такой вкус, а на нет у нас такой вкус. И потом, если вы хотите считать информацию из будущего какой-то, да, как оно будет, да или нет, у вас вдруг приходит внутри ощущение вкуса, вы концентрируетесь и пробуете вот это событие на вкус, какое будет оно, приятное или неприятное, да. И тут раз вы почувствовали, например, оно кислое. Кислое у вас да или кислое нет. Поверьте, вот когда мы делали тренировки, практически у всей группы были стопроцентные попадания. Ум к вкусам не привязан. Но это полноценный канал восприятия. И к нему точно так же можно привязывать информацию. Причем и событийную информацию тоже, для того, чтобы определить, как поступить так или вот так. Следующий канал из восприятия, обалденный, который работает на протяжении двух, трех, четырех ставок. Он работает классно, потом он затирается, ему ум включается. Это звуковой канал. Оказывается, есть даже для тренировок специальные программы для мобильных телефонов. Я была удивлена, наши люди уже изобретательные. Они это дело, в общем-то, проштудировали, поняли, что можно к этому делу делать привязку и через звук снимать достоверную информацию, как поступать, так поступать или так. Там, где выбор из двух, звук вообще идеально работает. А, кстати, выбор из двух, это, например, казино, что-то нечет. Очень даже классная штука. Звук работает великолепно. Ум не успевает прицепиться. И потом, когда человек сконцентрировался и записывает, всегда все ощущения, которые вы снимаете по своим каналам, восприятия, надо записывать. Если вы делаете какие-то изучения себя или изучение событий, или вы пытаетесь экстрасенсорно, мы сейчас будем работать с фотографиями, снять какую-то информацию, вы записываете информацию, концентрируетесь на канале вкуса. Значит, все, что по вкусу из этой ситуации, достаете. Потом следующее, концентрируетесь на звуке, все по звуку достаете. Концентрируетесь на тактильных ощущениях, все по киностетике достаете. Потом концентрируетесь на запахах. Запахи тоже не сбивает наш ум. Наш ум сбивает, вот реально он сбивает только зрение и слух через какое-то время. На этапе, когда мы снимаем информацию первично, информация идет практически стопроцентная. И вот смотрите, есть разные запросы на снятие информации. Например, по фотографии. И наверняка слышали, что есть практики работы с фотографией экстрасенсорной. Там есть даже целая школа у Виноградова, которая занимается, оказывает услуги тем, что, во-первых, разыскивает пропавших людей, во-вторых, по фотографии может ответить человеку, человек жив или человек мертв. Все может быть очень даже интересно. По работе, по экстрасенсорному восприятию, например, техник по фотографии, есть как минимум три варианта, три блока техник. Один совсем маленький, он называется «Я говорю с Богом». Это когда человек садится, входит в измененное состояние сознания, говорит, сейчас поговорю с Богом, ему он скажет, жив он или нет. И потом он выдает то, что ему пришло в голову. Этот вариант называется «50 на 50, угадай-ка». Вот этот вариант достаточно часто распространенный, но он опять-таки в ряд техник, в том числе и ты сами, это химик, любимый, он прикрывает, вот вообще просто, когда смотришь, ну, выше 50% там не поднимаются реально ответы. Для того, чтобы заняться серьезнее… Тех, не на всех. Там есть просто фотографии, где есть мертвый человек. Есть люди, они обладают определенными чертами характера. Я сейчас расскажу техники, которые вообще пригодны, когда вот к вам, например, приходят запросы, смотри фотку и расскажи мне об этом человеке. Очень классно для бизнеса вообще. Вы человека никогда не видели, вы его не знаете, вероятность попадания в информацию больше 80%. Поверьте мне. Если вы хотя бы что-то знаете, если вам первично кто-то что-то дал зацеп, то ум вас разведет. Если вы ничего не знаете, вы ровненько, проделав просто технически то, что сейчас мы сделаем, мы сделаем два варианта из тех, которые достаточно большую объективность дают, вы 100% попадете в правильную информацию. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...